ну здравствуйте алексей юрьевич здравствуйте башка благословите да рад вас видеть в добром здравия спасибо как ваши многочисленные путешествия да хорошо слава богу сейчас некоторые передышка вот посещал недавно много мест и грузию сербию румынию чехию словакию помимо прочего восточной европы очень тревожная вы знаете обстановка прямо в глазах людей в интонациях чувствуется что воздухе запахло большой войной даже папа римский об этом запахе сказал и что самое удивительное я вот заметил в румынии встречался например с лидерами просемейных консервативных движений молодые люди девушки ребята так смотрят глаза и говорят да вы знаете вот мы думаем война решит многие вопросы мы должны воссоединиться с молдавии румыния приднестровье это наши все исконные так сказать земли игра как же вот там вроде больше 50 процентов по данных опросов населения молдавии против воссоединения с румынии она гнет это все путинская пропаганда рука кремля то есть и надо просто воссоединить ягра как же вот там конфликты россии она г-та нету на мы же член нато румыния нас это никак не коснется у нас профессиональная армия она там будет воевать победит россию а нас румынии никак это не коснется и вот когда это говорят люди и так это массово достаточно то я как-то ужаснулся что все-таки если в умах людей вот все забыли об ужасах войны и все считают что это такое легкое дело и над она защитит то вообще по моему война тогда возможно в европе как вам кажется ну это сильный фактор вот такое забвение конечно но все-таки он не основное основное это вот промывание мозгов ванишем и другими средствами это и эффективнее а для чего бачку думаете промывается чтобы что цель какая но вообще-то если мы к самому началу вернемся того что происходит на земле это борьба дьявола со христом и единственный остался реально удерживающий а техн да мир от торжественной встречи антихриста и всех чепчиков которые есть в продаже бросать воздух это россия со всеми недостатками там проблемами и я ты сейчас говорил что я сам совсем немногим доволен и как у нас там разные колонны маршируют 5 6 7 8 12 там очень много всяких таких интересов настолько маленьких что очень немного к сожалению людей понимают одно такое глобальное значение россии как вот или иван иван Александрович понимал что ну хорошо допустим невозможно россия по полное торжество полное торжество но ведь если мы хотя бы читали апокалипсис все торжество будет три года с половиной ну я уж по полу не говорю что пролетит незаметно вот чем дело что вот полная расхристенность никогда христианских народов а вот бачка я читал недавно даже в иностранных англоязычных сми что вы выступили с очень таким ярким выступлением они цитировали мне прислали наши иностранные товарищи что вы сказали что это нехорошо когда деноминации все новые и новые протестантские принимают однополые браки и такая апостасия совершается и вы сказали что их ждет тех людей которые отвергают христа и церковное предание ждет гиена огненная это прозвучало прям не бровь а в глаз и это вызвало большой переполох на западе вот ну я не знаю пусть читают священное писание и и вызывают все в душе переполох просто знать источник нашей веры и собственно что и что такого нового сказал не так вы все отлично сказал что эти там протестанты франции еще какой-то страны там заявили что вот они теперь буду на сайт ну пожалуйста они отказываются этим от своего христианства мы не христиане они заявляют ну и тогда что это же сам христос сказал если вы не исповедуете меня перед людьми я не буду исповедовать вас перед отцом моим небесным что там дмитрий смирнов переполох это высказывали две тысячи лет я только процитирую больше ничего но можете представить цитата и священную писание переполох вызывает переполох вот как мы дожили до такого или у них это вообще но я слышал что какой-то пастор он даже какой штраф или срок небольшой получил за цитату и священную писать но слава богу у нас пока нет поэтому россии в этом смысле все остальное не так важно экономика там правоприимительная система это уже делал 10 вот самое главное ради чего мы собственно и живем это пока у нас в этом смысле полная свобода еще вот тоже вызывает большой озабоченность и общаюсь западными товарищами католиками такие которые католики живые еще не тепло-хладное которые реально переживают душой их очень сильно волнует возможность того что этой осенью будет вторая часть синода католического по семье что все-таки в той или иной форме будет принято более толерантное отношение к однополым людям гомосексуалистам гомосексуальным браком они очень сильно боятся еще толерантность что где это вообще преследуется в европе или в америке или в россии где речь идет жить и . куда куда еще более толерант есть информация что было недавно несколько даже мужской дней назад секретная или точнее неофициальное собрание епископов католических из многих стран франции германии италии и прочих на котором они серьезно готовили теологическое богословское обоснование для того чтобы официально принять гомосексуальные отношения признать как бы садами и приемлемый в церковном так сказать контексте и либеральное крыло она преобладает в западных странах среди верхушки католической церкви и уже в прошлом году осенью была первая часть вот этого синода по семье и тот документ который вначале предлагался так скажем администраторами от католической церкви для обсуждения и принятия он уже содержал такой язык который говорил что вот мы должны принять всех христианство это же любовь вот они разные они такие рождаются вот гомосексуалисты лесбиянки надо проявить милосердие и это не прошло только из-за протеста африканских епископов и восточноевропейских поляки хорваты все западные практически никто не возражал против этого но они могут возразить потому что они у себя в странах тоже подвергнутся к политическому астракизм это но обычная таскать история отказа от христа ради материальных выгод если первых христиане шли на смерть то современные боятся 3 рубля потерять надо адаптироваться к миру католическая церковь должна быть ближе к людям уже эта вся риторика использовался греху до наркотикам каннибализм к педофилии скоро будет еще трансгуманизм да ну может быть и при виде господи вот дай бог не дожить вот поэтому тут собственно ничего ну но чем хороши католики совершенно четкими абсолютно как в римском праве формулировка это традиция пока не будет документа я надеюсь что не будет но вот они тревожные есть нет то что тенденция это давно прослеживается она это понятно потому что все люди живут в мире степень преданности христу она у всех людей разная более того всех людей можно выстроить в линейку по степени любви к христу богу нашим и и редкие такие совпадения когда сама церковь заявляет вот василий великий григорий богослов ян златоус они вот равны когда совершенно разные фигуры и ну по всему разные и вот их объявляют или там первые верховные апостолы петр и павел а так все люди всегда кто-то больше кто-то меньше все 7 миллиардов можно так от крайне ненависти до человека который окажется из современных семи миллиардов самый любимый ученик христа кто же это интерес ну вряд ли он открыт миру человек потому что этот мир но не может вмещать таких людей с толерантностью к греху шутку толерантность это вот полное отсутствие иммунитета то есть это ясно что чем и кем это инспирировал поэтому если и католическая церковь пойдет этим путем но придется нам идти дальше то есть мы будем стоять в истине будем надеяться и молиться что россия опять если церкви кто принимает решение останутся верными христа богу пока у нас этим слава тебе господи все благополучно и наш предстоятель не четверть шага назад не сделал ни в одном направлении это является может быть одной из причин почему некоторые силы хотят развязать так называемую третью мировую войну чтобы уничтожить россию свергнуть расчленить с точки зрения духовный да потому что теперь сноуден он всем показал что любой человек он полностью прозрачен во всех своих проявлениях мыслях и тем более те люди которые принимают решение на каком-нибудь уровне это все очень просто поэтому абсолютно понятно что те кто хотят уничтожить россию они понимают что говорил поэт хотят ли русские войны на это она нам абсолютно не нужно то есть совершенно но так же как и все прошлые войны нам были не нужно не все были оборонить мы можем освоить дни наши ресурсы не наше пространство у нас огромный запас многотысячелетний но совершенно вот но а их попытки постоянно вот европы нас уничтожить они из древних средних веков простирается до наших дней и вот сэр венсон черчилль задумал бомбардировку 30 наших городов а тому чтобы уже раздеть сразу после войны да а вот а по ментальности те люди которых называют англосаксами это просто такие но у них ментальность такая вполне фашистская они считают себя сэр фрэнсис дрейк пират известный людьми первого сорта аристократы вот а все остальные вот много ниже поэтому и уничтожали ирландцев до до легче 3 четверти населения американских индейцев чернокожих африканцев вот и до сих пор несмотря на все свои так сказать но внешние заявления мы знаем как внутри народов какое отношение и то есть мы априори не можем им понравиться потому что мы действительно являемся конкурентом и такие вымышленные поводы но по поводу того что россия агрессор или там индию захватит который они владели которую до или бесконечно превратили население не знамого что несмотря на то что были конечно как всегда и положительные явления были миссионеры и все использовалось поэтому и сейчас россия она этим людям не дает спать никак то есть будет война вы думаете понимаешь алёш я не хочу быть но морально я книга а что нам как православным надо делать если на нас опять против нас развязана уже новая гибридная холодная горячая война вот новый вид войны как нам все надо вести русским нужно сплотиться трудиться и боевать то есть православным можно воевать как же можно да нужно то есть толстовская вот эта ересь мне но причем тут толстую противление злу насилием отмершие учения которые антихристианская ложная антицерковная антиисторическая лев николаевич обыкновенный русский гений как писатель мы его все чтим но и у гения бывают совершенно придурочные бестолковые идеи он евангелие свое написано а евангелие свое но это так сказать проявление просто такой гордыни он считал что он и вправе и может в ослепление от собственной гениальности это тоже так бывает вот когда человек ну вот очень трудно это с этим жить нужно очень глубокое смирение с талантом до недаром есть вот такая старинная русская пословица у колбасок у того и бесок вот тем людям которые not первые и знают что они первые очень трудно самым богатым очень трудно самому сильному очень трудно самому умному очень трудному трудно вот как федор иванова шаляпин ну он знал что он на земном шаре первый певец и если вы не воспитание его в таком но в прист в христианском православном духе он был от просто у него крыша бы съехал саша но вот естественные трудности уезд на чужбину пение на всяких так сказать корпоратива корпоратива как бы сейчас сказали да это очень здорово смиряла вот и дало возможность выжить и духовно а так всегда людям которые самые самые очень трудно очень трудно и поэтому и вот в нашей жизни есть некая неизбежность и вот даже в этой предполагаемой войне сейчас тоже обсуждается заявление одного американского генерала понятно забыла фамилия ракеты да про ракеты вот совершенно ведь но не понимает что что будет с англией но наполеон тоже думал и гитлер думал ну да потому что эксперт да все прочитали до эксперты говорят а если даже день я 22 июня этого летнего солнцестояния поэтому по всем оккультным гороскопом гитлеру все было просчитано видимо но тут русский дух перила нет я доводился уже говорит что эти все люди дьяволы поклонники и абсолютно безжалостные существа у которых не существует жалости к людям а только интересы причем материальные они вот этот фактор господа бога вообще не учитывать как можно не учитывать творца вселенной и творца их самих конечно не господь наделил их вот таким сатанинским подходом это как апостола иуду бескорыстная любовь к деньгам он понудил и исказить их природу божественно и они превратились в демонов желающих всем зла они совершенно откровенно главные интересы но ницше тоже сказал что бог умер тоже принес свой вклад в эту идеологию фашизма конечно белокурое бестия там все вот эти так говорил вот но это не вклад это делается не так эти люди которые одержимы вот этими человека ненавистническими другими идеями они смотрят в том поле в котором они живут что есть новенькое что льет воду на их мельницу и отбирают зигмунда фрейда карла маркса там даже вагнера на да они все вот то что на поле есть они это отбирают и запихивают как бы в свою обойму эти разные патроны не понимаю что это разность патронов она разнесет их пистолет вдребезги им же самим достать то что они бывают ослеплены но там он полное впечатление что сейчас ослепление какое-то происходит буквально потому что глупость на глупости глупостью погоняет и более того вот эти эксперты одни ну чтобы заработать больше денег они именно предоставляют такую информацию которая была бы съедена проглочена и довольно то есть при этом что интересно народа европы предполагается сейчас опять как пушечное мясо готовить то есть вся восточная европа центральная будет брошена на борьбу с россией прибалтика польша румыния там и так далее от финляндии до кавказа и дальше там даже до средней азии просто интересно уже третий раз это происходит за последние сто лет и в то время когда британская империя и дальше сша были как бы главной страной которая была заинтересована устранить двух главных конкурентов это россию и германию и вместо и вместо того чтобы и германия решать основную проблему то есть англию и россия решать англию так получалось то ли через разведку там джеймс бонд как-то поработал me 6 но вот удалось натравить континентальную европу на россию сейчас то же самое главное третий раз на те же грабли и все так как на заклание идут стройными рядами такое впечатление этому предшествует промывка мозга но все-таки русские можно сказать лучшие воины в мире и крупный мой альсан васильевич ссору сказал мы русские с нами бог почему господь нас таких неказистых избрал это еще федор михайлов достоевский удивлялся как-то ну вот тем не менее на мой вкус и как один умрем за все за это по крайне мере тут есть за что но сейчас да мне кажется это осознание распространяется в народе в нашем что все-таки появилась за что вот какая-то ясность дай бог а вот вы как возглавляли сколько лет десять больше вооруженной взаимодействия церкви с вооруженными силами а больше до правоохранительным органом вот какое ваше ощущение у нас русская армия выстоит в любой схватке то есть там как бы есть духовная сила ну конечно если качество смотреть на качество духовное моральное личного состава то конечно нам нет равных это абсолютно точно единство что на америку работу весь мир их ресурс который тратит он ну в сто раз превышает если даже сравнить военные бюджеты да это просто несопоставимы все эти разговоры про агрессию россии это просто совершенно нонсенс если нанести на карту и посмотреть все американские военные базы то нигде будет вообще не останется практически на велосипеде проехать да а у россии то что мы отдали наши бывшие территории все нато нарушение обещания якобы данного горбачева пришло к нам устроила революцию нелегальную абсолютно противозаконную на украине где там киевская русь откуда вообще есть пошла русская земля и называется что россия агрессор то есть вот нет но это понятно действует как раз вот в рамках той самой гибельсовской пропаганда может неси любую чушь но как ведь два года говорили по поводу агрессии россии против маленькой джорджии но это же медицинский факт что как это не прискорбно но все-таки друзья открыл огонь по нашим миротворцам есть потом не случилось она басите было в составе грузии и никто бы ничего не предпринимал но возможно в приднестровье тоже некие провокации там блокада осуществляется но судя по действию вот рупора американской внешней политики в этом регионе петра алексеевича порошенко это должно случиться мы сакана или в одессе у того ну как бы политического объекта которого мы зовем американцы на самом деле не знаем и американцы как народ вообще тут ни при чем да абсолютно вот мы не знаем на самом деле какой их план может быть это просто блеф хотят нас еще развести еще на одну гоночку вооружений мы не знаем что реально затем стать в этом смысле они играют белыми да это известно что когда александр гейдж дугин разговаривал с бжезинским известным другом и западным партнером в россии который открыто пишет про то что нужно расчленить уничтожить нашу страну и так далее и александр гейдж спросил у него а вот в шахматы вы написали книгу про шахматную друг другу доску у вас предполагался когда-нибудь другой игрок на обратной стороне или вы же и манипулировали обратной стороной и бжезинский открыто сказал что никогда мы всегда играем на обоих и за левых и за правых и то есть из-за белых и за черных и поэтому всегда выигрываем то есть это открытая такая манипулятивная платформа ну как вот компьютер сам с собой играет бочка вот через пять дней будет годовщина косовской битвы 15 июня 1389 года была очень известная битва сербского народа с османами с турками и это через девять лет произошло после нашей куликовской битвы на которую благословил как известно сергий радонежский наш святой покровитель россии опять-таки благословил князей на объединение на войну то есть получается священная война за веру она благословляется церковью как как мы знаем я хотел бы вот тоже провести некие параллели даже сама птица кулик и кос это практически одно и то же и судьба сербского народа и русского они очень сильно похожи то есть можно сказать что сербы это такие русские на балканах россия это большая сербия сербия маленькая россия вот мы с вами тоже там бывали в белграде и такая братство некое все-таки есть и мне кажется очень важно именно духовный выбор сербы что они выбрали царство небесное и предпочли погибнуть но веру свою сохранить но это было очень давно да а вот в последнюю войну с надо ни один самолет не поднялся и не было слышно о том что сербы стали возвращаться из европы с места собственной работы в сербии чтобы дать отпор то есть тоже не все ладно досках где где еще все ладно и у нас а вазерике вот африканское население бунтует и какая любовь у белых к черным это тоже очень все наглядно видно то есть просто ненависть спичку подожди то там то там в мире который строится не на слове божиим а на интересах это всегда будет так и у нас пока главное в нашей стране будет экономика то ничего поту не выйдет а что сербы все-таки на передовой они же находятся постоянно постоянным прессингом атака и в этом смысле у них такая может судьба завидная история вот но благодаря верности православию сербы они даже если они не крещеные они видны православцы вот это конечно тоже очень важно и господь сохранил но мы видим что с как серби обрезали со всех сторон даже не дали выхода к морю если для боснии там дали участочек то для сербии и черногория это отдельная нация и косово насильно ну черногория такая же отдельная нация как там жители киева житомира совершенно отдельная нация вот или как ярославцы отдельная нация от калининградцев то есть можно сказать что вот это нынешние события война на украине это может сказать гражданская война внутри русского народа то есть часть народа выбрала быть против своей дадим выборами как но это же ей было предложено целенаправленно целенаправленно работу по воспитанию опять смотрят на что у нас на украинском поле есть а вот грушевский вот давайте сейчас из этого создадим учебники и будем это 20 лет воспитывать нацию про агрессора хотя это ну даже то что митрополит петр киевский и вся руси перенес кафедру в москву забывают а то что он по происхождению был галичанин это и никто и не знает то есть москали то это откуда это из киева москаль всего лишь означало солдат ну да они житель московии нет это уже позже пристегнули к этому по созвучию москале назвали солдат а какой ваш прогноз батюха окончания нынешние от этого смуты на украине чем все закончится как вам кажется это он в голове только нескольких людей которые занимаются этими вопросами там вот географически в америке но за департаменте не госдепартамент это всего лишь аппарат мы видим по нашей любимой джейн саке что она ничего не понимает в том что говорит и поэтому ясно что она хотя на заметную фигуру госдепартамент просто аппаратов как пишущая машинка люди решают другие это оформляют в какие-то там письменные вещи и потом транслируют поэтому не знаю на самом деле сколько у них сценарий что они в любом момент могут отступить и сказали сказать так перезагрузка или перестройка и открыть новый тренд как пожать руку раулю кастро и все все предыдущие забыто мы идем вперед тем более очень просто сейчас меняется администрация президента ставят нового уже заряженного совершенно другое и он будет они же опять же ведь как устроена демократия существует вот ряд но таких среднего возраста симпатичных умеющих будет людей ну с известным образованием который готовит определенных людей и они выбирают вот нам для этого тренда кто подойдет вот эти два пусть соревнуется там смотрят больше проявляет на дадим побольше денег и он он выигрывает и он уже говорит все что надо и политика меняется да то у нас был республиканик теперь демократ все изменилось все сушим по-новому пипал все это хавы да а если он начинает говорить что-то не то то его можно всегда застрелить как кеннеди но это в крови они после этого уже никто ничего это договори же демократический сбой как с гитлером получился демократическим полив на самую совершенную на их взгляд систему вот она дала такой сбой потому что он оказался не вполне управляемый человек то есть его можно было ну подталкивать направляет делать определенные такие политические коридоры чтобы он выбрал нужное решение но не все оказалось возможно он куда-то не туда но при этом надо сказать что сами американцы они практически как народ являются главной жертвой вот этой манипулятивной системы первые жертвы и многие люди совершенно хорошие нормальные мы с вами знаем то есть и пытательный полигон ну таким же полигона была и россия после семнадцатого года вот пока уже россия опять не нашла свой путь вот с этой ленинской гвардии было покончено но все-таки это сколько десятилетий это страдание делось это все совсем не шутки это был самый следующий полигон во первых создание нового человека создание новой экономики создание новой идеологии все новое вплоть до изменения пейзажа городов все так все колокольни взорвать все церковные книги уничтожить все духовенство расстрелять или сгноить в лагерь ну и так далее это целенаправленная была работа народ сократить чтоб он так бешеным образом не размножался прогноз у менделеева кажется что у нас должно сейчас 600 миллионов вот по по тем тенденциям которые были в тринадцатом году и вот это же гитлер хотел в его документах это кто-то его уже разрабатывал какие-то expert ну вот а в этом смысле очень многое совпадает иногда посмотришь текстологические просто калька одно из то что гитлер не успел доделать продолжается сеть после него уже а уже это стало как бы взгляд на беременность взгляд на рождение ребенка это надо взгляд на на многодетность он совершенно сейчас другой а можно бачка сказать что то что произошло с русскими в двадцатом веке вот эти все десятки миллионов жертв и не родившихся и так далее что это является геноцидом против русского народа как носителя православной враждебной для некоторых сил конечно а почему нет ведь ну чем виноват такой гражданин как николай вавилов ну чем рыцарь без страха упрека рыцарь науки совершенно благороднейший человек который ничего кроме реальной пользы он не мог принести и этому государству этому народу человек кстати далекий довольно церкви и не знаю что у него в что происходило новость ни в чем таком не не замечу ну и сколько лучших людей было и казачество купечество дворянку целый классе именно в первую очередь русского народа были ну конечно это каждый народ это же 84 процента был как и сейчас а вот возвращаясь к сербии балканам просто часто приходилось бывать в этом регионе и многие люди тоже считают что как часто происходило балкан и являясь мягким под брюшем европы очень удобное место для разжигания буквально в один момент конфликт сразу разрастается начинает задействована быть россия глубина эртгардского фердинанда мы никогда не забудем да вот это очень точно выверенный точечный удар как вот акупунктура в нужную точку нажать и температуру есть такое ощущение что на балканах может в любой момент вспыхнуть новая некий конфликт война особенно учитывая этот турецкий поток который должен идти теперь через за македонию там и так далее уже в македонии пресса происходили попытки майдана и уже и на сервию давление чтобы не участвовать то есть и китайская сервис и возможно но все таки есть вот меня что утешает когда северная корея там запустила какую-то банку со сгущенкой она упала где-то в направлении японии то весь мир сполошился и сильную корею убрали из оси зла не стали они так говорят вот то а что будет про наш потенциал танк армата который веду танк это новое нужных пошел по настроить это это я имею ввиду каш ядерный потенциал наши политические ракеты как удалось сохранить это просто вот смотришь что было при ельцине это чудо да то есть это опять чудо вот опять вот россия она когда такой образ мне пришел в голову это как некая телега отвязаны от лошади который сползает с ледяной горы и совершенно непредсказуемо каким боком она повернется туда оглобли будут сзади или спереди с какой скоростью нападет по какому склону вдруг уже все ельцин назначил себе преемника ну при нашей системе демократии это автомат и вдруг через месяц-другой третий появляется ху из мистер путин недоумевал до умный запад человек который на глазах у всех у всего мира превратился в человека номер один но по сути больше не с кем даже рядом поставить ужас да аланд меркель обама да ну это просто такие не самостоятельные люди ведь мне очень пожалуйста новый формат шестерка плюс один слышно все остальные стирка в одну и ту же дулочку я не знает о чем говорить потому что путина нет до харизмы нет никакой это харизма но блестящие дипломатические победы и причем очень спокойно взвешено коррект абсолютно он даже фору дает и лавров вот настолько он изящное делает еще с оттенком такого юмора да что но изящество просто потрясающе как будто он всю жизнь этим заниматься этот будет о том что русский человек он несет в себе такой потенциал но мог бы этот самый бедный болящий алкоголизмом борис николаевич вот это все у него был только один критерий этот человек меня не продаст но это тоже качество а еще я слышал что владимир владимирович он очень талантливым образом водил за носом несколько лет много лет западных партнеров как говорится насчет уничтожения нашей ядерного оружия он говорил да 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 мы сейчас обязательно исследуем этот вопрос мы соберемся опять следующий раз мы проанализируем мы съездим мы узнаем и вот такие разговоры много лет их как бы держали в расслаблении что что-то такое продолжается курс на уничтожение а в результате удалось сохранить его я я держу исключительно как обыватель который несколько раз в неделю по телевизору смотрят новости все мне никакой информации нет иностранными языками и не владею в такой степени чтобы читать западную пресс вот и вот не только ну слава богу что у нас есть такой лидер как наш президент путин и может это тоже вызывает зависть и злобу нет ну они любят стран по ином по наивности думают что устранив путина вообще что-то принципиально изменится может быть на какое-то время а может быть и такой вариант что раз уже русский медведь вот эта русская весна уже наступила он уже как бы вылез из берлоги и уже обратно не загнать то есть все таки вот это некий русский патриотизм он уже начался и может следующий лидер если как они думают что он будет либеральным так он может быть будет еще более может быть русский вообще царя поставят и вообще будет монархия будет еще жестче против запада откуда в современной ситуации царь для нас был бы предпочтитель ну уже огромные ресурсы мы сэкономили на всех этих пертурбаций там ну нужно схемы какие-то по выборам губернатора идут в отставку потом чтобы назначить раньше выбора зачем это все ерунда все равно мы им не любы чтобы мы не делали мы можем назвать золотая рда и поставить хана и еще это скажет вот они ушли в средние века и так они говорят ничего все равно не надо вот этот все время пытаться угодить все равно не угодим наоборот только еще больше будут раздражать поэтому даже если полностью вот будет калька вот как вот этот с этими законами об он кого взяли американский закон перевели на русский язык нет не пойдет то же самое регулирование интернета в англии гораздо жестче чем у нас и такие крики что вот ограничивается свобода и так далее просто у нас отличие осложняющие в том что у нас огромное количество русофобского присутствия внутри нашей страны масс-медиа как но мне даже представляется несколько избыточным да именно ну и даже в их так сказать формах изготовления их продукции отчет вообще трудно представимо я думаю даже с такой степень аллогол телости нет и на западе этим неплохо бы тоже заняться как-то не просто отслеживать но и как-то стараться все ну в какую-то такую норму от приносит большой вред сознанию особенно молодежь ну что бачка будем надеяться что у нас все-таки будет мир я надеюсь и так о мире всего мира мы каждый день на каждом богослужении молимся вот но по поводу того что надеяться на возобладание здравого смысла такой надежды не пока тренд не прослеживается и западе есть только вот одна такая возможность это боясь боязни еще мне кажется было бы очень уместно чтобы возродилась вообще международное движение за мир против войны который раньше было потому что например вот беседуешь там с финнами румыны и поляки прибалты вся вот чехия словакия практически нет никого кто бы озвучивал вообще здравый смысл что обломать ищем откажешься когда это у нас было в стране и когда церковь обкладывалась налогом на фонд мира форма обложения всех храмов таким налогом вот поэтому я был воспитан в определенной парадигме но всегда так сказать даже был такой анекдот что войны не будет но будет такая борьба за между камни на камне не останется вот но теперь я уже понимаю по-другому начинает звучать лозунги да что на самом деле это очень важно было бы очень и тенденция но опять она требует очень большой денег не просто так ведь советская власть содержала и компартии в италии во франции в большой степени это все уложится на бедный наш народ он реально бедный еще нельзя сказать собрать миллионеров сказать вот ты будешь такую-то партию содержать это причем тоже нельзя так выстроить что каждая копеечка идет туда куда нужно поэтому очень много придется денег давайте как бы сверх требуемого и вот может быть он у наших друзей заокеанских как раз вот такая задача что весь комплекс просто хотел бы вернуть она сама родилась просто когда в парламенте там финляндии нет ни одного человека который мог бы просто поставить вопрос что дорогие финны может быть нам сохранить нейтральный статус который уже нам хорошо служил и не надо вступать в нато не надо там резервистов сейчас там 600 тысяч финских резервистов чуть ли не подняты по тревоге готовится к войне с россией нато там уже учение начинает проводить нарушение договоров и не находится ни одного голоса потому что просто не пускают на финское телевидение в условиях свободы демократии который бы сказал давайте подумаем о будущем наш наших финских детей фильм чтобы сказал то что это же разумно но такое сейчас невозможно потому что такой некий новый тоталитаризм такой комфортный вроде бы в условиях общества потребления все хорошо комфортно но тот тоталитаризм вот так просто прийти сказать вот такую здравую вещь это невозможно нет ну я вообще никаких иллюзий не питаю ну если питал то в старших классах школ по поводу того что такой есть западной демократии вот это потому что ну слушали голос америки биби сей это же нами рассказывали но по наивности принимали за чисто монет но сейчас когда последние маски вместе с кожей содрали оскал вот это хорошо видит но слава богу что нам удалось последний год нащупать то за что можно воевать сражаться жертвовать и дай бог нам силы молитесь за нас батюшка чтобы был мир у нас но хороший мир правильный мир чё за нас тут агрышка будто вы где-то на луне живете все это наше общее дело господь помоги интересно что я использую что я использую это как